В данном уроке я покажу, как устанавливать и удалять дополнения в Blender. Покажу я на примере аддона Window Generator. Как и следует из названия, данный аддон позволяет генерировать окна в Blender. Вот сейчас, видите, я перехожу в категорию Add Mesh. У меня здесь всего 5 аддонов. Аддона с названием Window Generator нет. Вот на сайте Blender Artist есть тема с аддоном Window Generator. Здесь присутствует его видеопрезентация и ссылка на его файл. Если вы по нему кликаете, у вас в новой вкладочке открывается исходный код данного аддона. Вам необходимо выделить здесь все, скопировать. И вставить любой текстовый редактор. Я использую Notepad++. Вставляете данный код. И необходимо сохранить файл с расширением питона. Вот, питон файл. Здесь вы можете дать произвольное название. Я напишу Window Generator 2. И здесь укажу сохранить его на рабочий стол. Все, данное окно можно свернуть. Браузер также свернуть. И теперь мы находимся на вкладке с аддонами. Здесь у нас есть кнопка Install From File. Мы ее нажимаем. Вот у меня уже здесь выбран Desktop. То есть находите ваш файл, куда вы его сохранили. Выделяете его. И нажимаете Install From File. Все, как вы видите, сразу здесь подставилось его название. Он нашелся. Если здесь удалить все, находится он в категории Add Mesh. Вот он, Window Generator. Теперь здесь 6 аддонов. Его расположение 3D View, Add Mesh, Say 3D. Мы его активируем. Сворачиваем. Давайте удалю. Вот он, Window. Нажимаю. Появилось в сцене окно. Здесь вот присутствуют его настройки. И уже вы можете начать работать с данным дополнением. Если оно вам вдруг больше не понадобилось, и вы хотите удалить его, то вы также здесь в меню с аддонами видите, есть кнопка Remove. Она доступна для тех аддонов, которые вы сами устанавливали. Вы можете его деактивировать. Нажать Remove. У вас спросят действительно, хотите удалить. Нажимаете ОК. Все, данный аддон у вас больше не присутствует. В случае, если вы вдруг будете устанавливать аддоны таким способом, как я вам показал, и у вас будут возникать какие-то ошибки, иногда такое может происходить. В таком случае также сохраняете файл с помощью текстового редактора, как я вам показал. И уже вручную перемещаете его по адресу. Вот ваш диск C, папка Program Files, папка с блендером. Находите вашу последнюю версию блендера. То есть сейчас у меня 2.7.0. Пункт Scripts, аддоны. И просто в корень этой папки бросаете ваше дополнение. И потом вам необходимо перезапустить блендер. И когда вы зайдете в него с аддонами, у вас должно появиться то дополнение, которое у вас не ставилось с помощью кнопки Install From File. Такие случаи имели место быть. Иногда люди сталкивались с тем, что при установке выскакивали какие-то ошибки. Чаще всего такое может возникать в случае, если у вас есть русские буквы в путях. То есть у меня, как я вам уже показал, локальный диск C, Program Files. То есть все на английском языке нет русских букв. Если у вас в пути будут где-то русские буквы, там Program Files, Blender по-русски написано и дальше Blender Foundation, то скорее всего у вас возникнет ошибка. Поэтому старайтесь этого избегать. Ну вот собственно и все. Таким образом устанавливаются аддоны в Blender. Нет ничего сложного. Также вы можете найти уже в интернете аддон, заархивированный в zip-архив. Их также можно устанавливать. Здесь, когда вы нажимаете, видите, пул и zip поддерживается. На этом данный урок я заканчиваю. А в последнем, следующем, заключительном уроке я вам расскажу, что необходимо делать, чтобы получить, чтобы закрепить полученные знания в данном курсе и продолжить осваивать Blender. Время, когда задание в дневном курсе